АУС ПОКОРЯЕТ ВСЕ В то самое время, когда империю Нихелус сокрушен и подавлен, настало время сокрушить эти огрызки и восславить Нургла. Именно этим мы сегодня и займемся, а также разберем аспекты нового Бека Гвардии Смерти. Если вы считаете, что самое главное сражение в Вархаммере происходит на самих планетах, где бравые гвардейцы и спейсмарины обороняют крепости или же просто завоевывают новую землю, то, увы, я обязан вас разочаровать и привести весомый довод. Как вы собираетесь высаживать ваши войска или же вовсе прикрывать ваши войска от орбитальных ударов, если космическое пространство данного мира еще не под вашим контролем? В этом ролике главными героями нашего рассказа будут... Да, я уже знаю, что вы все умеете читать название ролика. Веном Маринс. И что они из себя представляют в 41-м тысячелетии? Веном Маринс это в первую очередь космические рейдеры, которые возглавляет Blue Force Colatrax. Да, именно этот парень участвовал вместе с Мортрионом при Осаде Терре и сражался бок о бок со своим примархом. Но в дальнейшем он прославился как талантливый капитан своего судна под названием Кровоточащий, или же в оригинале Эбер Бли. В 41-м тысячелетии он является занятоком абордажных операций. Плюс он способен уничтожать практически любой корабль Империума борт в борту. А благодаря дарам Дедушки Нурга, этот чемпион губительных сил способен иногда продугадывать маршруты вражеских кораблей, что иногда походит на нелегальную зенчицкую магию. Но не только Владыка Перемен может лезть в будущее, но и Владыка Чумы способен видеть и даже иногда передавать своим любимцам через Чумоносцев или же Нургиков. А иногда вовсе делает это через символы и различные головоломки. Сам же корабль Глухора представляет себе чудом на углячей науке. Он оборудован множеством лабораторий, где можно проводить различные опыты над бедными гвардейцами и так далее. А что более интересно, так это тот факт, что в нем присутствует линия Чумного производства, где наши дорогие Холлблайт Спауны, а также коллеги Галлобус Патрифайры с удовольствием трудятся над обеспечением Неслобленных, дабы у них было все нужное для ведения боевых действий и преобордажа вражеского судна. Сам же экипаж Кровоточащего состоит из выходцев из 6-й Чумной роты. И это неудивительно, так как выходцы из 6-й Чумной роты строят эти самые корабли, которые в первую очередь именуют себя Хэррона. Что при абордажах и что при осадах целых миров, они преимущественно используют тяжелую липу и пехоту, а иногда выкатывают свои мортиры, которые сопровождают плотную веру лентности, чтобы точнее скорректировать их огонь. Главной же задачей Глупора и его последователей является распространение даров дедушки Нургла. Даже были случаи, когда эти чумные ребята привозили к согласию целый сектор просто при помощи миазмик-малигнифаеров. Их просто устанавливали на планетах, и они уже сами делали свое чумное дело. Но эта тактика не всегда работала на более защищенных мирах. Даже Мортарион подмечает успехи своего коллеги по цеху, и даже иногда заимствует у него ресурсы для своих походов, что иногда ослабляет кровоточащей. И именно это сыграло с ним злую шутку под конец 41-го тысячелетия. Дело было после открытия Сикатрикс Маледикту. В то самое время, когда человек был вторплый с подконтрольной мировой шестой чумной ротой, и выкупили свои смертоносные тюртакли. Естественно, чумным корсарам это пришлось не по душе. И они начали зачищать сектор от мерзких ксеносов своим биооружием от дедушки Нургла. Но все оказалось куда сложнее, чем мог себе представить наш дорогой капитан. Про визии оружия было не так, чтобы много. Плюс тираниды со временем начали адаптироваться к условиям геткой заразы. И чем же закончился этот конфликт, нам неизвестно, так как Бэк обрывается на самом интересном моменте. А как вы думаете, чем же все закончится? Делитесь своими комментариями под видео. Также ответьте мне на один вопрос. Готовы ли вы служить на кровоточище? И помните... ЧАСТЬ КОМАТЫ ЧАСТЬ КОРАБЛЁ ЧАСТЬ КОМАТЫ ЧАСТЬ КОМАТЫ Продолжение следует...